Челлендж в поддержку российской культуры запустили народные мастера страны. Земля еврейской автономии тоже славится своими. Все они – добровольцы масштабного культурного обмена. Под единым хэштегом «Душа России». Стартовала акция в первый день весны. Уникальное этнокультурное достояние России представят мастера 200 национальностей и этносов, проживающих в 89 регионах Федерации. Главная идея движения – сохранение вековых традиций – культурно-исторического, материального и нематериального наследия. Объединенное сообщество деятелей народного искусства автономии представило свои работы. По этому случаю в областном краеведческом музее состоялась персональная выставка традиционных славянских кукол. У нас уже существует традиция приглашать мастеров Биробиджана и даже с области для того, чтобы они показали свои работы. Но вообще куклы, вот эти народные куклы, которые у нас выставлены, это вообще самый прекрасный образ, который и приобщает как раз к истории, к традициям и к национальной культуре, конечно, русской. Каждая из них имеет собственное обрядовое значение. Оно выражается через детали костюмов. Около тысячи лет назад считалось, что они помогали собирать урожай, исцеляться от болезней, укреплять семью. Именно оберегами было большинство кукол на Руси. Автор изделий на протяжении 11 лет занимается изучением истории и традиций, тесно связанных с данным декоративно-прикладным направлением. Именно славянские куклы как раз отличаются от других кукол тем, что у них нет лица. Всегда считалось, что в куклу без глаз, без рта, без носа не может селиться чужой негатив, чужие какие-то мысли, которые могли бы навредить владелицы. Поэтому куклы безликие. Свои работы мастера выставляют и в интернет-сетях, и на ярмарке. Художникам удалось создать интересные образы героев советских мультфильмов и народных сказок. Татьяна Лескина поделилась историей о встрече с бабушкой, которая поведала о жизни и быте таежных людей. Все это повлияло на создание поделок, которыми Татьяна занимается около семи лет. Первое, что я начала, это по сказкам. Вот у меня Баба-Яга, например, вот такая есть, эффектная дама. А вот это у меня Баба-Яга тоже, уже более такая молодая, модная. И пока вот эти вот. Будем публиковать посты в соцсетях, выкладывать свои работы. В проекте принимают участие мастера разных направлений, демонстрирующих эволюцию наследия народных традиций на стыке современных технологий. Активное развитие движения поможет создать масштабное сообщество культурного пространства, сохранить преемственность и показать многонациональное единство. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.